Благоустройство придомовой территории, ремонт подъездов или уборка мусора. Эти и многие другие вопросы чаще всего беспокоят жителей многоквартирных домов. В их решении призвано помочь новое приложение Госуслуги Дом. Например, регистрация в приложении поможет привлечь средства из Федерального фонда и ускорить начало проведения капитального ремонта дома. Если раньше было сложно организовать общее собрание собственников и этот процесс занимал довольно много времени, так как нужно было обходить квартиры, собирать людей, распечатывать объявления и протоколы, то сейчас все стало быстро и просто. Новое приложение позволяет избежать всех сложностей и провести собрание, не выходя из дома. Это достаточно простое приложение Госуслуги Дом. Мы его скачали и с жильцами нашего дома очень даже легко общаемся теперь в этом чате, передаем какие-то пожелания либо замечания там по дому. Самое интересное, что это сразу идет в ту компанию, куда и должны направляться наши обращения. Как начать управлять своим домом со своего телефона? Скачайте приложение на свой смартфон, войдите в приложение, используя учетную запись на Госуслугах. Если ее еще нет, то сначала нужно зарегистрироваться. Найдите или введите адрес своей собственности в специальном поле. Приложение переведет вас на страницу вашего дома, где вы сможете проголосовать за или против проведения капитального ремонта, выбрать совет многоквартирного дома и многое другое. Для нас очень важно, потому что у нас значительный контингент проживающих в доме жильцов, это уже достаточно пожилые люди, которым очень сложно осваивать новые технологии, и для них это очень-очень важно оказалось. Открываешь приложение, тут же видно, кто управляет нашим домом управляющей компанией, всю информацию об управляющей компании можно найти. И что самое главное, не нужно искать в записной книжке различные нужные телефоны. Открыл приложение, вот она, телефон диспетчерской службы, часы работы, все очень удобно. Но что самое главное сейчас для нашего дома, это с 11 по 20 ноября, проходит голосование. Приложение госуслуги дом, где можно проголосовать за капитальный ремонт. Наш дом очень давно в этом нуждается, но мы ни разу не попадали в федеральную программу по улучшению вот этого капитального ремонта. И надеемся, что сейчас с помощью нашей активности всех собственников мы сможем наконец попасть в федеральную программу. Мы должны понимать, что вот это голосование, оно мгновенно показывает результаты. Его нельзя подделать. И это тоже очень важно. Подсчет голосов происходит практически с момента внесения, ваш голос учтен. Это очень важно. И вообще жизнь, товарищи, меняется. И надо безусловно, может быть трудно кому-то это, но надо уделять этому времени. И заходите на этот портал, на это приложение у госуслуги дом и голосуйте. Также в приложении есть функция заявок в управляющей организации. Заявка может быть как публичной, так и закрытой. Кроме того, можно не создавать новую заявку, а присоединиться к уже имеющейся в публичном доступе. Есть функция просмотра всех актуальных и закрытых заявок. Управляющие организации обрабатывают заявки и дают обратную связь. Ответы на часто задаваемые вопросы по работе приложения можно найти по ссылке госуслуги.ру. Селеш дом.